В середине февраля россиян ждёт вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом предупредил кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что если говорить о коронавирусной инфекции, пики будут, скорее всего, во второй половине февраля. В Краснодарском крае за неделю выявили 862 случая коронавируса. Это на 44 меньше, чем недели ранее. Среди заболевших 537 женщин и 325 мужчин, в том числе 128 детей. Самому младшему пациенту один месяц, старшему 93 года. В Краснодаре выявили 325 случаев коронавируса, в Ирмавире – 9, в Новокубанском районе – 5, в Успенском – 3. Всего в крае с ковидом госпитализировали 138 жителей. С выздоровлением выписали 791 пациента. Одного человека спасти не удалось. В Краевом управлении Роспотребнадзора рассказали об эпидситуации по гриппу и ОРВИ в регионе. В медучреждение края на пятой неделе этого года с признаками ОРВИ обратились более 9 тысяч человек. Это на 7% больше, чем на прошедшей неделе. Уточняется, что третью часть из заболевших составили дети до 14 лет. Зарегистрировано 2613 случаев гриппа. Неделей ранее в регионе было выявлено 2039 случаев. Все заболевшие не привиты. При этом превышение эпидемического порога по Краснодарскому краю по совокупному населению не зарегистрировано. В разрезе возрастных групп эпидемический порог также не превышен. Среди выделенных вирусов сезонных ОРВИ преобладают риновирусы и аденовирусы. Среди гриппозных – вирусы сезонного гриппа А. Одним из эффективных способов защиты от вирусных инфекций является укрепление иммунитета. К ним относятся закаливания, однако его можно начинать только если человек изначально здоров. Для укрепления иммунной системы нужна сбалансированная пища, богатая витаминами и микроэлементами. Важные составляющие хорошего иммунитета – режим, полноценный отдых и физическая активность. Кроме того, специалисты говорят о позитивном настрое.